Я понимаю, что вы скорее всего не привыкли слышать от меня хорошие новости, но знаете что, у меня был выбор между рекапом Game Awards, который внезапно оказался впечатляющим, и историей про то, как у кормящих матерей в Activision Blizzard из холодильников воровали бутылочки с грудным молоком, поэтому я выбрал рекап Game Awards. Уверен вы меня поймете. Да, я не верю, что говорю это сладенькие мои, но Джефф Килли на Game Awards затащил и так знатно затащил, что, ну, последний раз я видел это, наверное, на презентации Microsoft на E3, когда они в итоге оказались единственными победителями и бесспорными победителями, потому что единственными, а всего-то и нужно было, что просто показывать анонс за анонсом и давать людям буквально то, чего они хотят. Только тут еще вдобавок какие-то там номинации, до которых никому не дело, но какая разница, когда у нас есть анонсы. Куча анонсов. Анонсов, которые люди ждали и даже те, которых не ждали, типа «Звездных войн» от Дэвида Кейджа. Я не могу дождаться 2023 или 2024 года, когда он там в итоге выйдет. Господи боже, мир гейминга представляет мне все больше и больше сюрпризов с каждым разом. Я просто не могу. Я решил не стримить ивент в реальном времени, потому что он начинался в 4 утра, а мне сегодня в 8 нужно было вставать на тренировку, и я решил сделать выбор в пользу своего здоровья. Уверен, вы меня поймете. Ну и простите, потому что вот вам замещающий контент, который, надеюсь, даже окажется немножко интереснее. Потому что мы не будем обращать внимание на вещи, которые мне не особо интересны лично. Почему? Ну, потому что их там слишком много, что, наверное, хорошая новость. Если это интересно лично вам, то я уверен, что вы сможете найти множество других источников, которые за конкретно какую-нибудь ваху или матрицу вам пояснят. Я же скажу одно. Вот вы хотите услышать мое мнение, потому что они показали по матрице, давайте прямо сейчас поясним. Мне наплевать. Матрица мертва. Она была мертва последние слишком много, сука, лет, чтобы ее поднимать, и поэтому мне абсолютно нету дела до того, что Киану Ривз вышел показать свое лицо и никаким образом не относиться к киберпанку, который там упомянули в одной, по-моему, номинации, если я ничего не путаю. Это, знаете, это вот на уровне, когда ты хочешь оскорбить официанта, ты не даешь ему чаевые, ну по американским понятиям это так работает, а когда ты хочешь не просто оскорбить, но еще и на голову ему покакать, чтобы он прочувствовал, ты даешь ему очень-очень маленькие чаевые, просто чтобы обозначить, насколько он, сука, ничтожен перед твоими глазами. С киберпанком примерно так же и получилось, но давайте будем говорить о хорошем. Номинации с этой церемонии вручения наград за номинации давайте оставим на потом, потому что кому какая разница, а начнем с анонсиков, с самого сока, с трейлерков. Спасибо большое полигону за предоставление нормального и как следует отформатированного и сверстанного списка. Оказывается, это не так-то просто сделать. Для начала спорный, но все-таки бенгер, которого я никак не ожидал. Помните те слухи про то, что Quantic Dream делают игру по Звездным Войнам, которые, когда вы услышали в первый раз, вы говорите, да не, да опять инсайдеры сливают инфу, да не может такого быть, сука, это звучит слишком смешно и одновременно интересно, чтобы быть правдой. Добро пожаловать в реальный мир. Когда вы последний раз видели видео на основном канале Звездных Войн, не просто собравшее больше лайков, чем дизлайков, а гораздо больше. Я такого не видел со времен... Забейте. Если поначалу перепутались с Дюной, то я вас понимаю, ничего страшного, изображение похоже. И когда я прочитаю в неминуемом интервью про то, что Дэвид Кейдж вдохновлялся Линчем, я тоже не удивлюсь, в принципе. Только барона Харконнона не хватает. Но атмосферно, определенно атмосферно. Не характерно для Звездных Войн, что самое главное, выглядит как что-то новое, а соответственно интересное, потому что Звездным Войнам не хватает чего-то нового. Особенно тонально, между прочим. И красиво, красиво. Мы сегодня будем много синематиков смотреть, если что, будьте готовы. Возможно на БУ, но с другой стороны не похоже, архитектура немножко не та. И вот по общей эстетике мне это напоминает отмененный проект Рокта, которым Энни Хэннинг должна была заниматься. Про банду контрабандистов, рогов, так сказать, разбойничков, наприключенцев. Правда там тон был должен быть не такой драматичный, я полагаю. И вот даже сиджайный хорошо нарисован. Это все происходит во времена Хай Репаблика, это серия комиксов и книг, которые они сейчас публикуют. Про что-то там 300 лет до событий фильмов, по-моему, около того. Ну, господи, как же Хор забывает. Я люблю трибалийские мотивы, кстати говоря, это трибалийские. Эйш прям находит ко мне подход, определенно. Ну и учитывая то, как по графону не все дела выглядит, я не удивлюсь, если сама игра недалеко от синематиков уйдет. Очень интересно, очень красиво. А какой там социальный комментарий, боже, я боюсь даже представить. Представьте, если там даже геймплей будет. Вот это революционная идея. Хорошо, хорошо, качественно. Наконец-то в Оландемортов Звездные Войны завесли. Вот чего мне не хватало. О, а вот и барон Харконан, я только о нем вспоминал. Вот его-то и не хватало. Похудел, кстати говоря, мое почтение. А может быть это бывший член Блюмен, не уверен. Звездные Войны Затмение. По красоте, Кейдж, по красоте. Только, пожалуйста, не пиши сценарий, это все, о чем я тебя прошу, не прикасайся к тексту. И, может быть, получится что-то на самом деле, ну, нормальное. Вот если бы это Эми Хэннинг делала, кстати говоря, тут я бы прям впечатлился. Пока что у нас нету подробной информации о том, кто текст для этого дела будет писать. Но, учитывая то, что мы работаем с Quantic Dream, вы примерно можете себе представить уровень, который нас ждет. То есть, невероятный красотый графон, действительно разнообразные разветвления сюжетные. Вы помните, как майнмэпы выглядели в Детройте, я полагаю. И это тогда уже выглядело впечатляюще, а дальше только больше, может быть, я полагаю. К сожалению, скорее всего, сценарий будет писать лично или очень активно прикладывать к этому руку Дэвид Кейдж. Чего я больше всего боюсь, потому что, когда Дэвид Кейдж берется за перо, ну, у него определенно получается написать что-то интригующее. Правда, не всегда по хорошим причинам. Case in Point смотрите на Beyond Two Souls. А лучше не смотрите, на самом деле. Ну, будем посмотреть. У нас нету даты релиза, и мы знаем, что игра находится в ранней стадии разработки. Это означает, учитывая то, какой production value у Quantic Dream обычно есть, ну, где-то 2023 как минимум, а скорее всего 24-й. Я лично поставлю на 24-й. И то, не обязательно, кстати говоря, потому что, ну, бывает такое, да, что ранние анонсы, и потом еще ждать черти сколько приходится. Я не помню, сколько времени прошло между анонсом Детройта и тем, когда он вышел, но ожидайте, я думаю, 23-й, 24-й. Скорее всего, даже 4-й. Анонсировали грядущую игру про Чудо Бабу, между прочим. Выглядящую абсолютно никак, потому что, кроме как логотип Монолита и небольшой части костюма толком ничего заметного не было. Ну, еще может быть лица в самом конце, которая более-менее походит на Гальгадот, но я полагаю, что Чудо Баба теперь всегда на Гальгадот будет походить, потому что ее люди более-менее любят, и она на эту роль действительно подходит. С другой стороны, довольно оригинальная в том числе. Тут прокомментировать ничего особо не получится, нужно посмотреть, как она будет играться, но хэ, я ничего не имею против идеи игры про Чудо Бабу, которую я, в общем-то, люблю эстетически, как персонажа, да, не везде, конечно, потому что в Injustice, например, из нее делали. Вообще, черт пойми, что интересно видеть, что Монолит до сих пор жив. Однажды на One Leaves Forever 2 ремастер в нормальное издание для современных консолей. Однажды. Однажды. Но, кстати говоря, помимо этого, если мы про DC конкретно говорим, то еще и показали, что из себя будет представлять отряд самоубийц. Убить Лигу Справедливости. Идея сама по себе довольно интересная, я полагаю. Я не знаю, как она работала в комиксах, когда вы выставляете Харли Квинт против Супермена, будет интересно посмотреть, как у них все это дело развернется. Но тут они определенно подходят к теме с юмором. Причем они показали полноценный геймплей, между прочим. Что очень важно. Очень, очень напоминающий на самом деле Стражей Галактики, недавно вышедших, только немножко лучше выглядящих, на мой личный взгляд. Хотя не то, чтобы Стражи Галактики плохо выглядели. Опять же, нужно будет смотреть уже по ходу дела. Чисто по графону мне это нравится. Спасибо за то, что хотя бы фпс в трейлере не проседает. Это уже лучше, чем было там. Мне главное, чтобы, если мы сравниваем с Стражами Галактики, не повторилась та же самая тема, как у меня было в моем видео. Про то, что кинсо-то интересное, только вот играть, к сожалению, скучно. Поэтому, в принципе, можно и на ютубе пройти, и мало чего в итоге потерять. Я надеюсь, что в это действительно будет интересно играть, в первую очередь. Как-то вот у меня так с предпочтениями получается, что я хочу немножко баланса. Потому что, ну, сюжеточку посмотреть, эмоциональным опытом проникнуться я и на ютубе в итоге могу. Но тут выглядит так, как будто я реально могу получить то, на что рассчитываю. Время, конечно, покажет. Но миленькая, миленькая, красивенькая. Мы, кстати, увидим сегодня довольно много по-настоящему некстгеново выглядящих игр, что очень интересно. Давайте, кстати говоря, одну такую сразу и посмотрим. Hellblade 2. Вот уж чего они ждали. Ну, как ждали? Ее анонсировали, сколько получается, пару лет назад, если я ничего не путаю? Анонсировали ее довольно давно, может быть, даже года три назад. Но именно активно говорить про нее начали, начиная, по-моему, с Е3. Потому что теперь, когда Ninja Theory принадлежат Майкрософту, они, естественно, в это дело активно вкладываются. Ну, как вы помните, Hellblade, даже первый, для Ninja Theory был, ну, таким реальным проектом мечты, на который они искали деньги. И вот в итоге получилось. Они еще и умудрились доказать всему миру, что вы, оказывается, можете сделать полноценный ААА-проект, который не будет длиться 60 часов, и при этом стоит неполную цену, и люди будут даже готовы эту неполную цену отдать и получить опыт, который им дико понравится. Я представляю, что огромное количество человек эту штуку ждут. И знаете, что самое интересное, между прочим, вот в этом трейлере? То, что вы видите, вот прямо сейчас, это геймплей. Он буквально так и выглядит. Мы знаем, что Ninja Theory очень, очень активно вкладывается в графон, как они показывали в своих роликах, где они как-то там с Unreal 5, по-моему, работали, или что-то в таком духе. Это то, как оно на самом деле будет играться. И при этом еще и идти, сука, на Xbox Series X, а не на консоли следующего поколения, выглядит невероятно впечатляюще, между прочим. Я надеюсь получить тот же самый опыт, что в первый раз. Я буквально, ну, месяца три, наверное, назад перепроходил первую Hellblade, кстати говоря. И да, за то, чем она является, она до сих пор держится. Правда, сейчас не уверен, готовы ли люди будут отдать за нее даже сам. Да, конечно, будут, с другой стороны, чего я обманываю, я имею в виду. Хороший проект, он хорошим остается навсегда, и неважно, сколько времени с тех пор пройдет. На мой взгляд, правда, Hellblade гораздо лучше работает в первый раз, чем в последующий, потому что в последующие ты начинаешь замечать гораздо больше, менее атмосферных и более тягомотных моментов, когда тебе нужно медленно бегать от одного переворачивающегося портала к другому и в таком духе делать. Но, хей, я имею в виду, в первый раз это определенно будет того стоить, и даже сейчас уже выглядит очень и очень впечатляюще. По атмосфере, я так понимаю, это будет буквально то же самое, что в первый раз. И это ли не то, что вам нужно? Не правда ли здорово, когда сиквелы дают вам то, на что вы рассчитываете, только еще больше и круче? Это самое главное. Ну, посмотрим в итоге, во что это выльется. Я имею в виду, пока что именно выглядит впечатляюще, очень-очень круто. Даже не знаю, что еще тут сказать. Скажу, наверное, только то, что для того, чтобы NextGen наконец начал себя оправдывать, нам, как обычно, пришлось подождать парочку лет, но по ходу времена наконец настают хорошие. Молодцы, что вложились на граундфлоре, так сказать. Прошел всего лишь один год. Надо же, может быть, они начнут оправдывать себя за первые года полтора или ровно два. Это будет интересно в новиночку лично для меня. Обычно это где-то с третьего начинается. Давайте посмотрим на что-нибудь более экшоновое. Вот Forspoken, например. Сколько раз мы его уже показывали, он все еще выглядит дико мило и интересно. Я, чтобы вы знали, огромный фанат эстетики боевого мага. Когда чел кастует из рук штуку с невероятным импактом, все вокруг разрывается и выглядит пафосно как-нибудь, я очень долго пытался сделать боевого мага в Скайриме валидным. Ну, без модов не получалось, с модами получалось. А тут, походу, я наконец начну получать то, что хочу, посмотрите, как она кастует штуки. По большому счету, это будет Infamous в таком фэнтезийном сеттинге или что-то в таком духе. Но при этом не просто Infamous, а боевой маг Infamous. И знаете что? Я чувствую импакт буквально через экран. Я еще даже не держу в руках геймпад, и я уже хочу в эту, сука, поиграть. Просто оцените. Это проект, сделанный буквально для меня. Вы получаете и боевого мага, и графоний нового поколения, и еще и какую-то недодюну, ну, по крайней мере, по женским нарядам, я имею в виду, я не знаю. Напоминает что-то среднее между женскими нарядами и дюной, и тем, что обычно Миядзаки в своих Дарк Соулсах рисует. Посмотрим, во что это в итоге выльется. Но чисто потому, как оно играется, выглядит просто охрененно. И знаете что? Да, я хочу. Мне плевать даже, про что оно будет. Это примерно на уровне с Halo Infinite, про который я ролик, наверное, завтра сделаю. Когда мне, откровенно говоря, пофиг, что там сюжетно происходит, потому что, ну, с Halo я только в третью играл, как бы, да? А тут все-таки это будет оригинальный проект, поэтому следить с самого начала будет как-то попроще. Но именно играется оно просто охрененно. И у меня большие надежды на Force Pokken, большие надежды. Представьте себе смотреть видеоигровую презентацию и быть воодушевленным, и даже хайповать игры, которые тебе показывают. Когда такое последний раз было? Ну да, у Microsoft на E3. Не так давно. Но сам факт того, что мне приходится вспоминать отдельные случаи, и уже говорить что-то о нашем обществе, неправда ли? Alan Wake 2. Спустя столько лет всегда, как говорится. Я не знаю, сколько Remedy заняло составление концепта полноценное, сколько раз они его пересматривали. По словам нашего всего Сэма Лейка, много, много раз. Больше нескольких лет, когда первое это вышло, я уже сейчас точно не помню. Может быть, мне в комментариях напомните. Короче говоря, прошло много времени. Пока что ничего, кроме синематики, у нас нет. И у нас есть еще инфа, что это будет их первый survival horror. Я могу себе представить, что они способны что-то такое сделать. Но по графону выглядит достаточно впечатляюще. Это, да, ничего не могу сказать. На самом деле, я как бы не люблю обычный графон хвалить, да, в проектах, которые мне интересны, потому что я хочу, чтобы они прежде всего игрались как следует. Но приходится. По тому, что они на гейм-эворде показывают, реально приходится. Это выглядит впечатляюще. Кстати, раз уже заговорили про киношную сторону вопроса, сериал на Paramount Plus по Halo, который выглядит охрененно дорого и богато. Я удивлен, на самом деле, тому, насколько хорошо он выглядит. Я понимаю, что показали материалы не то, чтобы много, но такого продакшена я не видел уже. Он выглядит реально на киношном уровне. Он выглядит как продакшен, который вы увидите на большом экране, в каком-нибудь iMax'е. Может, неориентированный продукт. Давайте лучше мы поговорим про на меня ориентированный продукт. Как насчет Цописа, мои дорогие. Вот про что вы любите слышать на канале Культа с живьем. Про сука Цописа. Джефф Килли завез к себе на Game Awards не одного, а целых двух Соников. Правда, по играм всего один, но я имею в виду, ребят, Соник в кино 2. Вы все ждали Соника в кино 2? Я-то как ждал Соника в кино 2? Вы даже, сука, не представляете, но... Я не верю, что говорю это, но он выглядит лучше, чем раньше. И даже интересно. Проблема с тем, что ты бегаешь быстрее света в том, что ты видишь только сему перед своими глазами. Этому городу нужен новый герой. И Чили Доги. Мне больно смотреть на Чили Доги теперь, потому что мне их нельзя. Реально выглядят лучше, чем раньше. Ну, чисто по графону. Все не очень дорого-богато, да? Не то, что мы видели в Хейло, легко говоря. Это теперь, видимо, не Роуд Муви. Это теперь уже что-то более сюжетное такое, нормальное. О, это же мой любимый чел из сериалов на Седабе. А у Соника теперь еще есть судьба, понимаете? Его ждет судьба. Большая, очень важная судьба. Пример, та же судьба, когда мне нужно бороться с Парамоунтом, чтобы он меня не закопирайтил. Окей, окей, неплохо. Джим Керри все еще... Ой, изумруду Хаоса. Джим Керри все еще выглядит так, как будто ему не пофиг. И это приятно. Всегда приятно видеть, когда Джим Керри хочет жить. Костюм ему идет. Я думаю, что в третьей части он рожереет. Тейлзы немножко перерисовали, кстати говоря. Они не знакомы. Теперь мы знаем, что они не знакомы, потому что тут они знакомятся в первый раз. Очень, как сказать, очень по-мультяжному, но в хорошем смысле по-мультяжному. Окей, это было неплохо, хороший шут. Вот это конкретная мультяшность мне нравится. Это, скорее всего, по уровню... ...художественной ценности своей будет примерно на уровне первой части. То есть, ну, никаким, но хотя бы веселым. Хотя бы, сука, веселым. У него снова пытаются отобрать силу. Но Наклзу она не нужна, понимаете? Я что-то Эдрис Эльбо вообще не чувствую. Но он говорит, что он тут постарался какой-то уникальный голос сделать. Это, скорее всего, было озвучено уже после того, как трейлер смонтировали. Ну, переозвучено, не знаю зачем. Но реально звучало, как будто в студии сделаны. Веселый факт, который я прочитал на каком-то стороннем сайте или, может быть, вообще в Твиттере и не подтвердил до сих пор. В Японии этот фильм называется «Соник против Наклза». Ну и, в общем-то, вы уже можете предсказать, что в первых двух-третьих фильмах или около того Соник с Наклзом будут не друзьями. Они будут, короче, драться и не любить друг друга. А потом они подружатся, когда Наклз узнает, что работник его использовал. Он такой «Нет, я больше никогда... I will never serve», как говорят хорошие персонажи в хороших видеоиграх, хорошо написанных правильно. И потом они будут вместе драться с работником в конце. И, да, это будет максимально предсказуемо, но как минимум весело. Как минимум эта сука будет весела. Я только надеюсь, что в этот раз не повторю свои предыдущие ошибки и буду смотреть нового Цописа в какой-нибудь компании знающих людей. Тох, нам надо. Нам надо будет собраться. Это того стоит. Но погодите, скажете мне сейчас вы ведь в Цопису, что нужно еще играть. Я в какой-то степени завидую фанатам Соника. Я понимаю, что это звучит очень странно, но... Нет, серьезно, я серьезно это говорю. Они продолжают получать шансы. Они продолжают надеяться на то, что в этот раз Соник будет хорошим. Теперь, когда он бегает по этому очень круто выглядящему синематику, может быть, теперь у нас наконец-то будет хорошая игра про Соника. Это так нечасто случается. Ну, сука, у вас хотя бы шансы. Вам хотя бы шансы дают. Можете себе представить каких-нибудь там фанатов GTA, у которых за последние 10 лет вышла ровно одна GTA. Одна с половиной, если считаете Red Dead Redemption какую-нибудь. У фанатов Bayonetta было больше Bayonetta, чем у фанатов GTA, я имею в виду. Так что вам-то на самом деле еще хорошо приходится. Примерно на одном уровне с фанатами Человека-паука. Фанатам Паука быть гораздо лучше. Они ничего не показали геймплея, да, это чистый синематик, но красиво выглядит чистый синематик. Правда, некоторые из этих штук выглядят как что-то, что реально в игре будет присутствовать. Я не знаю, как оно будет выглядеть. Надеюсь, не открытый мир в стиле Соника 2006 какого-нибудь. Но, но миленько-миленько. Я уверен, что Frontiers многие будут ждать. По-моему, он даже уже доступен для предзаказа. PlayStation 5, PlayStation 4. А, ну это же канал PlayStation, господи, о чем я думаю, конечно. Мог ли я в своих самых страшных кошмарах придумать, что однажды произнесу вслух фразу «Я пришел на Game Awards и меня заинтересовал Соник». Человек, который не то чтобы много играл когда-либо или собирается играть в Соника. Ну, времена, как говорится, меняются. Но это еще не все, это далеко, сука, не все. Фанаты слухов про то, что наконец-то покажут новый Silent Hill, могут успокоиться, потому что ответ «нет, нет, не покажут». Вот вам покажут надпись о том, что Silent Hill существовал. И его создатель теперь занимается оригинальными проектами, потому что, дайте попробую угадать, вот экстрасенсорно сейчас определить. Скорее всего, с Konami у него сложились не лучшие отношения, потому что Konami не очень хорошая студия, мягко говоря. И он решил заняться чем-то другим. Решил вернуться к своим японским корням. Кейчиро Тайор, или как его там звали, господи, я уже пропустил этот слайд. Короче говоря, сел он и подумал, А давайте мы возьмем традиционные наши национальные хоррор-штуковины, например, про страшных женщин, которые делают себе стрёмную рожу, когда у них начинаются эти дни, как у какого-нибудь там, не знаю, Dark Souls 3, когда ты приходишь в Эритиле, там в этой болоте, в низине, страшные паукообразные женщины сидят, которые умирают с двух ударов. Давайте мы сделаем игру про это. Вот, пожалуйста. Теперь у вас есть... Окей, у вас нету нового Silent Hill, потому что это выглядит гораздо более экшоновое, но всё ещё, наверное, стрёмно. В каком-то... Я не согласен, что это выглядит стрёмно в стиле Дзюнзиита какого-нибудь, потому что Дзюнзиита, он был больше про отвращение. Ну, технически это можно назвать стрёмом, и Slitherhead, который вот теперь проект называется, тоже можно назвать стрёмом, да, но Дзюнзиита — это про отвращение более такое примарное, да, не то, которое пытается вас испугать, а то, которое вот вы думаете, блин, а если бы я завтра проснулся таким, я бы, наверное, захотел просто придушиться, потому что, ну, это же просто... Это же ужасно, да. Здесь, я не знаю, здесь это выглядит довольно толсто, вот так вот я опишу, да, здесь хоррор более такой толстый, если вы понимаете о чём, если это можно, наверное, хоррором называть, ну, да, чисто в теории, да. Я полагаю. Нового Silent Hill не ждите. Не в ближайшие много лет, пока Konami существует, это лучшее, что у вас будет. А как, мои дорогие, насчёт сюжетного трейлера Elden Ring? Заметили, насколько у них неравномерно получилось размазать масло по этому кусочку хлебушка? То они анонсировали этот Elden Ring, когда, получается, в 18-м, что ли, чуть ли не году было, или всё-таки в 19-м, я уже не помню. С тех пор вообще ни слова, а потом бац, и вся инфа вываливается на вас просто, сука, из ведра. Гигантским шматом. Вот вам и трейлеры, и геймплейные, и сюжетные, как вы сейчас посмотрите. Вот вам и бета, на которую я сам специально, сука, не записывался, и даже когда мне предлагали дать аккаунты, с активированным кодом, или просто кодой отказывался, потому что я тупо не хотел заходить в неготовую версию игры ради контента. Ну и мы посмотрим на неё, когда она уже полноценно выйдет, да? Короче говоря, много, много всего. Спасибо тебе, Миядзака. Умеешь воодушевить. В том числе и эстетикой боевого мага, кстати говоря. Я буду заенчантать на это 100% играть, я уже решил. Но, хей, там походу, может быть даже и на сюжете какой-то посмотреть. В сотрудничестве с Джорджем Мартином, который, походу, этот трейлер и написал. Я даже не удивлюсь, что вот он сделал ровно 3,5 минуты. Я 4 минуты, извините. Так давно было. Но я вспоминаю, и моментально у меня всё перед глазами. Представляете, куда она может залезть второй парой рук? Господи боже, вот это женщина. Стоял туман. Бежали волки. Возможно, срали. А нет, это лошади, извините. Было похоже сдалека на волков. Миядзак, ты что, опять пытаешься нам показать темы взаимодействия жизни и смерти? Про то, как падают полубоги? Годвин золотой? Понимаете, что если соединить первую и последнюю букву, то получится гвин. Такое ощущение, как будто он вдохновляется своими предыдущими проектами. Королева Марика чуть не поехала. Бедная королева Марика. Я надеюсь, она тоже горячая. Кром софтвера, не самые плохие вайфу, откровенно. Но я не знаю. Я просто видел луж. И началась война. Всё было очень плохо. Элден Ринг сломали. Но кто его сломал? И почему? Не знаю, возможно, это был какой-нибудь Малком Рейнольдс или кто-нибудь типа того. Пейзажи невероятные просто. Настоящего Властелина Колец пытаются сделать. Вон даже огры. Чего полубоги хотят добиться войной? Неизвестно. Но как же красиво, сука. Наверное, они хотят показать нам классный синематик. Вот ради чего это сделано. Я забыл, как зовут эту женщину, но у неё точно есть имя. Она буквально маскот всей игры. Я могу получить эти оружия? Генерал Родан. Двойные мечи генерала Родана. Интересно, как у них вепонарт будет, кстати говоря. А, вот. Миления. Это самые могучие полубоги. Сошедшиеся в поединке. Интересно, кто победил. Мне кажется, не этот чел с маской бегемотика. Но победителя не будет. Кроме Наруто. Так она ещё и Наруто, господи. Хотя нет, какой Наруто? У него хвостов было поменьше. И вот нам остался только расколотый мир. Ожидающий, когда наконец-то появится Великий Лорд. Тян Грибочек! Нахрена? Нахрена вам теперь нужен чел, который сидит в горшке? Мне достанется корона. У нас есть теперь Тян Грибочек. Вот это я понимаю, господи. Всё, всё. Лучшее ВФУ. 10 из 10. У неё ещё и дополнительные руки есть. Чего вам ещё, сука, надо? Нет, конечно, по уровню своего практического удобства с дренейками из Варкрафта они не сравнятся, потому что рога это, ну, это определённый аргумент. Но, хей, тоже неплохо. Я вам так могу сказать, тоже неплохо. Чисто эстетически я не знаю, что думать про Голума. Особенно учитывая то, что его делают Дейдалек. Если вы вдруг забыли, кто такие Дейдалек, то я вам напоминаю про Депонию. Это довольно интересный перескок по уровню продакшена. Посмотрим в итоге, что из этого выйдет. Я надеюсь, что традиционный для Дейдалека кринжовый юмор там не будет особо сильно присутствовать. Ну, наверное, нет, да? Потому что всё-таки Голум он не совсем про то, как персонаж. Они сделали его, по крайней мере, потому что показывают в синематике излишне мультяшным. Ну, типа, да, у нас уже есть о нём заведомое представление из-за Питера Джексона. Но вот эти вот гигантские глаза, я чё-то не... Я чё-то не, извините. Может быть, я не прав. С другой стороны, ведёт он себя вполне себе... По манерностям вполне себе канонично. Это здорово. Как бы игры мы всё ещё не видели, поэтому комментировать что-то, кроме того, как он выглядит, я тупо не могу. Но да, выглядит он... Он выглядит. Я скажу так, он выглядит. Вот вам мой профессиональный журналистский комментарий. Однажды Гербокс перестанет пихать везде эту свою долбаную крошку Тину и Бордерлендс, и у него отвалится задница, потому что кроме Бордерлендсов и крошки Тины у него тупо ничего не осталось. Ну, ладно, я полагаю, приятно видеть, что... Нет, я хотел сказать, я шли Бёршны с Шлора Бейли, правильно? Кто её озвучивает, я не помню. Короче, приятно видеть, что у женщин из Critical Role всегда есть работа, да? Без денег не останутся. Амогус в VR, кстати говоря. Хотели поиграть за Амогуса в VR? Кстати говоря, звучит не как такая уж и плохая идея. То есть, ну да, это как бы само по себе звучит кринжово, чисто, когда ты это произносишь вслух, но с другой стороны... Ну, это реально звучит как прикольная идея, просто подумайте. Даже не по качеству исполнения, потому что, ну, это графон Амогуса прокачанный, я имею в виду, это такое себе, да? Амогус 2.0. Но всё-таки, как бы, сама игра, сама по себе, как вот Амогус, она, по идее, под это дело подходит. Ну, прикольно же. Супер прокачанная мафия. Мафия 3.0. Блин, если... Если Хованский всё-таки зоны выберется, то я думаю, что ему будет интересно. Про Стартрек толком ничего сказать не могу, кроме того, что он выглядит довольно всратенько для Next Gen, откровенно говоря. Я поначалу думал, что это для Стартрека онлайна что-то, там может быть обновление, но нет, он всё-таки выглядит чуть-чуть получше. Я никогда не интересовался Стартреком, там слишком много материала, который мне нужно отсмотреть, и не то, чтобы это была история как с One Piece, да, когда мне этот материал заведомо интересен. И потом он в итоге оказывается ещё лучше, чем я хотел, да? То есть тут мне нужно слишком много мотивации для того, чтобы через это дело пройти, поэтому я, наверное, всё-таки воздержусь. Про следующие несколько тайтлов мне сказать особо нечего. Первое, в том числе про Rumbleverse, извините за неправильное произнесение, сколько ещё смешей можно сделать? Такой вот вам риторический вопрос. Но, правда, этот смеш выглядит немножко по-другому, да? Это не ваш привычный смеш, тут немножко другая камера. Для кого это сделано? Вот зачем это делается, я не очень понимаю. Потому что все эти игры заканчивают примерно одинаково. За редким исключением. Если только они внезапно не находят какую-то гигантскую аудиторию, непонятно откуда взявшуюся, и не начинают без остановки клепать контент. Они выходят, никто про них не знает в итоге, никто не слышит даже про то, что они выходят, потому что никто не слетил. Они умирают через неделю. И поздравляю, только что последний, там, не знаю, сколько год, два, сколько времени эта разработка заняла, в итоге оказываются впустую потраченным временем. Я правда не понимаю. Ну, посмотрим, наверное, что в итоге из этого получится. Смеш только с другой камерой. Окей, здорово, я полагаю. Мне это, если честно, не очень интересно. С Nickelodeon, по крайней мере, там была тема, что вы можете теперь за катапса подраться с аватаром, да? А тут, ну, тут я правда не знаю, зачем это сделано и для кого. Telltale все еще живы, кстати говоря. Это все, что можно сказать про их новый экспанс. Я не очень понял, что это, но они живы. Здорово. Nightingale. Вот это вот интересный момент, на самом деле. Абсолютно неизвестный мне тайтл от компании, которую я сходу не узнаю, но выглядящий довольно-таки уникально. Опять же, по синематику нихрена непонятно, чем это в итоге должно оказаться. Каким-то выживачем или типа того, потому что они там дальше показывают какие-то штуки с крафтом, с отстроением базы или что-то типа того, как вот это вот перед вами происходит. Я не знаю, я надеюсь, что это не очередной никому нахрен не сдавшийся выживач, но даже если он в итоге окажется, то как минимум по эстетике вот этой вот викторианской, выживач в викториан... околовикторианском слэш-футуристичном чём-то, ну это звучит не то, чтобы прям супер по-новому, но это звучит интересно, я вам так могу сказать. Кстати говоря, вот эта вот... вот эта вот замечательная дама, это моя личная вайфу. Конечно, не Димитреско, но я готов определённо дать ей шанс. Но тут, в принципе, довольно много вайфу. Блин, мне... мне нравится нео... нео-викторианский стиль. Вот так наверняка он назыв... Наверняка у него есть какое-то другое, более специализированное название, я буду его нео-викторианским называть. Таким... нео-викторианский слэш-стимпанковый. Как вам такое? Я только что изобрёл новый художественный жанр в прямом эфире, эксклюзивно для культа с живьём, больше нигде не найдёте. Unreal Engine, я замечаю, эту презентацию тащит на своём горбу, как никто другой. И ребята определённо постарались. Я... я боюсь даже представить себе, что нас ждёт в ближайшие года три, но это будет как минимум интересно. Ну и, наверное, из последнего по анонсам, которые интересны лично мне, это DLC к Капхэду, которое на самом деле существует. Я повторяю это уже раз в третий, по-моему, если я не сбился. Но когда его анонсировали, в восемнадцатом году или в каком, я с тех пор забыл о том, что он вообще существует. Не сам Капхэд, потому что я продолжаю до сих пор использовать его саундтрек на своём основном канале. Настолько этот саундтрек там просто охрененный. Но судя по вот этому вот макетику острова, которую они показывают, нас ждёт довольно большое количество контента. Ну, наверняка там должно быть меньше контента, чем в основной игре, потому что если бы его там было столько же или больше, то они могли бы просто продать это как Капхэд 2 или что-то в таком духе. Но нет, они это продают как DLC. Я так понимаю, не за полную цену, конечно, в итоге. Ситуация... Ну, как она в итоге окажется, мы посмотрим. Знаете, сейчас мы пока что тупо не знаем. Боссы выглядят довольно интересно, пафосненько и довольно вдохновлённо, кстати говоря. Вот первые два может быть не то, чтобы сильно, да и в принципе трейлер они себе сделают. Я так понимаю, что это будет и в самой игре тоже в таком же стиле катсцена выглядеть. Но вот эта вот коровка, например, кафбойская очень даже. Очень даже. Солёный человек, кстати говоря, меня тоже впечатляет. Я не знаю, почему это выглядит так мило. Я всё ещё хочу посмотреть, как в итоге там сериал, который они... Куда его выпускают? На Нетфликсе? Не на Нетфликсе. Ну, мультсериал, короче, который анонсировали, что из него получится. Но мне просто приятно знать, что DLC Капхэду всё-таки существует, а они про него не забыли. Спасибо и на том. Спасибо, сука, и на том большое. И выходит оно, кстати говоря, уже следующим летом, в июне 2022 года. Да, здоровски. Круто. Я надеюсь, что не произойдёт никакого нежданчика, и люди обратят на него внимание. Я так точно. Как минимум для того, чтобы у меня наконец появился дополнительный саундтрек, чтобы на основной канал его пихать. Студио MDHR. Моё почтение. Очень, реально, очень много анонсов на Game Awards. Я не ожидал такого количества контента. Когда Джефф Килли вышел в Твиттере, или где он там своим видеообращением появился и сказал, пацаны, вас ждёт куча анонсов на уровне Elden Ring, или, может быть, даже и повыше. Ну, не повыше, наверное, но как минимум на уровне. Столько для вас всего притаранил. Только потребляйте, столько наслаждайтесь. Я бы поначалу не поверил, потому что, ну, блин, это Джефф Килли, да? Он делает это шоу для того, чтобы, ну, во-первых, видеоигры начали воспринимать всерьёз, и у него это, ну, как-то получается. Не то, чтобы благодаря нему, это и так все делают уже, имею в виду, но он хочет вывести на чуть более высокий уровень, для того, чтобы киноакадемия вдохновилась или кто. Может быть, ему это чисто для себя нравится. Но его очень часто критикуют за то, что Game Awards из себя представляют по большей части рекламу. Я, честно говоря, вот не могу такого сказать про этот конкретный Game Awards. Там была реклама определённая, реклама, которая, ну, выглядела ни к голове, ни к жопе, откровенно говоря. Типа какой-то там рекламы доставки пиццы или что-то в таком духе. Я сейчас уже даже не вспомню. Какой-то подкаст, который называется A Lesson in Blackness. Я в буквальном смысле это переводится как урок про черноту. Типа это подкаст, который только чернокожие ведут и говорят там о какой-то социально справедливой... Я не знаю правды, да? Эта реклама была там не настолько много. Она бросалась в глаза и занимала суммарно минут, ну, может быть, 20 от трёхчасового шоу. Но в конечном-то итоге нет, анонсы определённо тащили. И номинации даже затащили. Я имею в виду... Давайте посмотрим на анимации, кстати говоря. Весь нижний ряд моментально отрезаем. Даже не пытайтесь просить меня что-то комментировать. Самая ожидаемая игра, кстати говоря, снова Elden Ring. Второй год подряд. И ведь не поспоришь, я имею в виду. Ну да, конечно, у нас есть и Horizon, у нас есть и God of War... Блин, я совсем забыл про Horizon. Так, отматываем назад, назад отматываем. Блин, я совсем забыл про Horizon сказать. А не то, чтобы трейлер был, да? Это скорее напоминалка от Gorilla Games про то, что мы до сих пор если честно. Мне плевать, кто там что говорит. Я Horizon люблю, даже несмотря на то, что у него довольно много огрехов и мертвый открытый мир. Это, кстати говоря, та самая причина, по которой я не иронично хочу, чтобы они с этим новым глайдером и вертикальными механиками сделали из второго Horizon зельду. Серьезно, если они из второго Horizon сделают зельду, я буду, сука, счастливым человеком. Потому что, мне кажется, одно и другое... Вот они друг другу подходят просто, сука, идеально. Потому как у них там механики работают. А вот этот красный костюм новенький, который они показывают, он выглядит кринжово. Окей, я просто скажу это честно и что хотите со мной делайте, он выглядит дебильно. Он ей вообще не идет, я его носить не буду и мне пофигу. Но роботы, конечно, очень и очень крутые, вот эти вот здоровые. Нет, я жду. Я жду, пацаны, мне плевать. Господи, я буду делать контент, который выходит, кстати говоря, уже в феврале. 18 февраля 2022 года, совсем скоро. А в феврале я буду заниматься ремонтом. Я надеюсь, что у меня хватит нервов для того, чтобы еще и канал вести, потому что было бы вообще неприятно, если бы я не успел. Ну да, возвращаемся назад. Конкуренты достойные, я имею в виду, все эти тайтлы, кроме, наверное, Starfield'а, люди действительно ждут. Да и Starfield ждут, просто там, ну как бы, игры не видно, поэтому мы не знаем, чего там нужно ждать. Типа про Зельду мы хотя бы можем сказать, что это будет та же самая Зельда, только теперь цифра 2 в названии, я полагаю, здорово. Ну окей, ладно. Ожидаемая это не субстанция, это не субстантивно. Давайте будем смотреть по тому, что у нас есть по факту. По факту, тут не то, чтобы много категорий, которые были мне интересны, давайте основные осветим. Лучший Art Direction, The Slup. Вот им так прямо хотелось дать The Slup'у хотя бы что-нибудь. Окей, я полагаю, если чисто по Art Direction'у, Кена и Рэчет и Кланг и Психонавты мне понравились гораздо больше The Slup'а, но там у меня как бы отдельная история. В принципе, The Slup дропнул, да, где-то даже до половины, по-моему, не дойдя, потому что он мне показался дико скучным. Я бы сам, наверное, это дело все-таки отдал Кене, я полагаю, но Кена получила с другой стороны лучшую инди, насколько я помню, лучшую независимую игру, лучшая дебютирующая инди, правильно будет сказать. Ну, тут, конечно, люди могут поспорить, но Кена, она скорее как достижение такое идет, да, потому что Ember Lab, студия, которая до этого никогда раньше играми не занималась и тупо анимацией, делают свой первый проект, который не просто как-то чем-то выглядит, а даже выглядит впечатляюще. Ну и да, таким образом довольно легко произвести впечатление, могу и только похлопать. Я от Кена, в принципе, удовольствие получил, мне понравилось, здорово, я надеюсь, что ребята не сдадутся и дальше будут расти только вверх. Моего мальчика Ретернала вспомнили в лучшей экшен-игре. Не то, чтобы у него была хорошая конкуренция, имея в виду, рядом с ним стоят The Sloop и Far Cry 6. Спасибо. Нет, на самом деле спасибо. Вот от меня чистое человеческое, потому что Ретернала обделили любовью, на мой взгляд. По уважительным причинам, потому что Sony решили продавать его за полную цену и эта игра, которая за запрос полной цены может народ отпугнуть, считывая то, что она является рогаликом, ну, причем не то, чтобы прям сильно продолжительным. И мне довольно сложно защищать это, да, потому что я чувствую вот лично про себя, что я за полную цену получил от нее достаточно удовольствие, она для меня свою цену отбила. Но я не могу рекомендовать вам ее за полную цену покупать. Если у вас есть PS5, то вы, наверное, в любом случае это сделали, потому что не то, чтобы там сейчас было прямо много эксклюзивов, чтобы было из чего выбирать, да. Но, блин, ребят, если вы этого еще не сделали, то сделайте сейчас. Она как раз сейчас по истории идет по 25% скидке. За 4000, ну, по-моему, она все-таки того стоит. Но я реально так думаю. Я ее перепрошел, получается, два раза. Там довольно странный NG+, потому что для того, чтобы пройти NG+, тебе нужно, чтобы у тебя выпадали рандомные комнаты на картах, да. Иногда они просто не выпадают, и тебе приходится как бы новый ран делать и так далее. Но это уже мета-тема, не думайте об этом. 4000 рублей, на мой взгляд, она реально стоит. На мой личный взгляд, она стоит даже больше, да, потому что я вот за полную цену, я не пожалел полную цену, которую я за нее отдал, скажем так. Но многие могут пожалеть, да. Это такая вот личная от меня рекомендация. Если что, ну, вам может не зайти, но я надеюсь. Я реально надеюсь, что вам понравится, потому что, сука, ну мне понравилось. Я буду продолжать топить за Returnal дальше. Я надеюсь, что к нему выйдет какой-нибудь DLC, кстати говоря. Надеюсь, что он продолжит получать контент. Довольно много уже времени прошло, но все-таки. Могу я что-то любить в этой жизни, правильно? А, ну если вдруг не было понятно, то я считаю, что лучшую экшен-игру он заслуживает, потому что стрельба там невероятно впечатляющая и удовлетворяющая, что самое главное. Мало того, так она еще и оправдывает то, зачем вообще DualSense существует. Это мое почтение, вот что хочу сказать. Мое почтение. Пройдемся по основным, давайте. Игры, произведшие впечатления, которые оставили след в истории. Эмоциональный опыт, если хотите. Life is Strange True Colors. Ну, не знаю. Мой опыт взаимодействия с Life is Strange True Colors, конечно, оставил впечатление эмоционального опыта, правда, вряд ли того, который я бы прям супер хотел бы повторить. Я предпочитаю, получая эмоциональный опыт, не умирать от скуки, но что я понимаю с другой стороны. Кто мог сомневаться, что лучший перформанс игровой выиграет Леди Димитреску, которую играет Мэгги Робертсон. Играет Мэгги Робертсон, господи. Ну, хотя, с другой стороны, когда у тебя конкуренция в виде Жан-Карла Эспозиты, которого сейчас пихают абсолютно везде, потому что он просто вот начал хайповать, сука, как не в себя. Он буквально везде. На старости лет, видимо, решил немножко подсуетиться. Ну, ничего не могу сказать. В Far Cry 6 его было немного, да? С другой стороны, Димитрески-то в Resident было не то, чтобы много. Но Димитреска хайповала гораздо больше, чем Антон Кастил. Антон Кастил хайповал потому, что это был Жан-Карло Эспозита, да? И он выглядел прикольно. Димитреска хайповала не потому, что ее кто-то играет, а потому, что это был уникальный персонаж, который людям полюбился. Полюбился он им прав, да, давайте будем честными, не по причинам, которые изначально предполагали. Хотя, может быть, они изначально и предполагались, потому что, ну, не просто ж такое пихали в абсолютно каждый, сука, трейлер. Они прекрасно знали, какого черта они творят, давайте будем честными, да? И, ну, так уж вышло, что поколение геймеров в силу некоторых особенностей взаимоотношения со своими мамочками, они, конечно, хотят, чтобы гигантская женщина взяла их к себе на ручки и прижала к своей гигантской груди, но, с другой стороны, вы не думайте, что я сейчас кого-то критикую таким образом, потому что, разве я бы не хотел? Конечно, хотел бы, все бы хотели бы. Давайте называть вещи своими именами, правильно? Заслуженно. Я считаю, заслуженно. Идем дальше. Лучший аудиодизайн Forza Horizon 5, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. Я не знаю просто, за что еще тут можно голосовать. Остальные игры из этого списка не то чтобы отличались прямо супер каким-то аудиодизайном. Вспоминая тот же самый Returnal, мне периодически там аудио-кью, ну, аудио-признаков того, что происходит что-то важное, когда, например, вот этот вот высокий тонкий чувак с мечом, который очень быстро к тебе чарджится и сбивает тебе половину хп одним ударом, да? Мне иногда не хватало звукового сопровождения даже в моих 3D-аудио-наушниках, этом пульсе в 3D, для того, чтобы понять, что сейчас что-то произойдет. Как бы мне не хотелось голосовать за Returnal вообще везде, тут, ну, просто не могу. Forza Horizon, опять же, мое почтение, ничего не могу сказать. А лучший саундтрек, не саундизайн, а саундтрек, Нир Реприкл... Нир Реприк... Господи боже, Нир Репликант. Это оказалось сложнее произнести, чем я думал, не знаю почему, начинаю заговариваться. Опять же, могу только выразить почтение, в общем-то, все с этим выбором согласны, потому что Guardians of the Galaxy, я не понимаю, зачем голосовать за то, что режиссер уронил на пол свой микстейп. Ну, то же самое я не могу сказать про The Slup, потому что там не микстейп, там просто, ну, не запоминающаяся фигня. Cyberpunk 2077, вот про это я могу сказать. Это единственная или одна из двух номинаций, куда его запихнули? Я уже не помню. Бедный Cyberpunk, господи, бедный, сука, Cyberpunk. Мне его немножко жаль, но с другой стороны, как-то даже совсем и не жаль. Лучший Art Direction The Slup, ну, я это уже прокомментировал, я не знаю. Я бы лично лучший Art Direction отдал либо Кенни, либо Рэйч Той Кланку одному из двух, и то Рэйч Той Кланку, потому что он просто красочный. Наверное, все-таки Кенни. Но, окей, нужно было дать The Slup хотя бы что-то. Ну, так и быть. Лучший нарратив Стража Галактики согласен, кстати говоря, реально согласен. Потому что, ну, и во всех остальных конкурирующих тайтлах он тоже присутствовал. Тексту, правда, не совсем про него был, но все-таки именно в Стражах Галактики В него было дико скучно играть, но, знаете что? По крайней мере, его было интересно смотреть. Это уже лучше, чем я могу сказать про многие другие игры, типа Life is Strange True Colors, который ни того, ни другого мне по большому счету не давал. Я все еще настаиваю на то, что покупать за полную, тем более, цену, мне кажется, оно того не стоит. Если вы пройдете на Ютубе, то вы не особо что-то потеряете, но это такое вот мое мнение. Лучший Game Direction, лучшее игровое направление, и опять же, его получает The Slup за руку водит тебя по своим детективным якобы квестам. Наверное, это все последствия того, что мы тупо не умеем продавать Immersive Sim'ы. Я не знаю, но с другой стороны, какие у нас есть конкуренты? И Takes Two, это все-таки больше про то, как механики кооперативно используются, и да, там определенный неплохой дирекшн, но я бы не назвал его каким-то суперпрорывным, там, прогрессивным, он больше все-таки именно про механики. Returnal? Нет. Как бы я не любил Returnal, но Game Direction там, откровенно говоря, никакой. Psychonaut 2 может быть, Ratchet & Clank, он довольно стоковый, откровенно говоря, был, там нету ничего такого. То есть основной конкурент здесь по сути Psychonaut 2, но Psychonaut 2... С другой стороны, я хотел сказать про не на хайпе, но Deathloop, что ли, сука, был на хайпе. Как они не пытались его продавать, но он сейчас уже по 50 или что-то не 60 процентной скидки идет. Я не знаю, почему они так сильно топили за этот Deathloop. Может быть... Может быть, у него были какие-то очень важные кураторы, но хотя бы что-то он выиграл. И игра года. И Takes Two. Я думаю, что все, откровенно говоря, удивились, да? Никто же не поспорит, что никто не ожидал. Из всего этого списка я ожидал, скорее всего, Resident. Ну, потому что обычно, когда мы говорим про игру года на Game Awards, по крайней мере, это либо то, что критики расхваливали, как Last of Us 2, либо это что-то мейнстримное и ожидаемое, как, например, Resident Evil, ну или как Sekiro, кстати говоря, да? Правда, Sekiro нет, на самом деле Sekiro тоже не все ожидали, и печатная пресса ее не то чтобы расхваливала. Я замечаю, что уже не первый год подряд я реально промахиваю со своими предсказаниями по игре года. Они как будто бы пытаются сабвертывать наши expectations, шокировать нас, так сказать. Но у них это получается, потому что я реально ожидал, что это будет резик. Как минимум, за счет Димитрески, но еще и за счет того, что игра сама по себе тоже была довольно впечатляющей. Может быть, Metroid Dread. Кстати говоря, Metroid Dread большое количество человек ждало, и большое количество человек осталось неразочарованным. Это здорово. И так, с той, с другой стороны, действительно хорошая игра. Я просто не уверен, да, это внезапно, и я бы не сказал, что незаслуженно, но потому что коопные механики там действительно очень-очень интересно используются, и как бы, если у вас там есть женщина или мужчина, и не важно кто, кто-то, кто умеет и может физически играть в видеоигры по своему собственному согласию, то вы знаете, как провести свой вечер, если вы этого еще не сделали. Тут, я думаю, рекомендации мои излишни, потому что сколько уже месяца прошло с тех пор, как она вышла. Я не знаю. Ну, то есть, понятное дело, что психонавты 2 бы не получили. Если бы дослуб получила, то я бы обиделся, сука. Рэчет и кланк, ну, он того, откровенно говоря, не заслуживает, хотя он и миленький. Я думаю, что выбор был между Метроид Рэдом и Резидентом, но в итоге оказался третий вариант. Представьте себе, представьте себе, если бы в прошлом году, игру года, взял Animal Crossing. А я ведь говорил, я ведь говорил, что вы можете выбрать третий вариант, который удовлетворит всех. Во мне нужно будет разрываться между Призраком Цусимы, за который голосует народ, простой, человеческий, не игрожурналистский, и Last of Us 2, за который голосует клятый игрожур, который в игры играть не умеет, да? Вы могли бы выбрать Animal Crossing, удовлетворить таким образом всех, но нет, они пошли по известному пути. Кстати говоря, игру года презентовал Нил Дракман так на всякий... Лучше, чем Кристофер Нован, я полагаю, да, это на один шаг повыше. Они в этом году буквально выбрали Animal Crossing 2021 года, ну, по большому счету. Не знаю, почему они так решили, я ожидал Резидента, откровенно говоря, но, знаете что, окей, окей, я лично не против. Хочу от всего сердца выразить Джеффу Килю мое отличное почтение, я не ожидал, что получится настолько круто. Первая половина презентации прямо тащила, бэнгер за бэнгером, то, чего геймер-торговая марка ждали, вторая половина, ну, чуть поменьше, откровенно говоря, хотя сюжетный трейлер Рэлдон Ринга тоже довольно круто, но, да, да, это получилось здорово, это была хорошая презентация, даже не знаю, что еще про нее и сказать, по большому счету, это было просто здорово. Мое почтение Джефф Киле, я не думаю, что там было так много рекламы, как некоторые пишут, но ее там реально было не настолько много. Какие-то вещи можно было бы оттуда вырезать и подсократить, я полагаю, было бы лучше, если бы она начиналась не в 4 утра по московскому времени, но нельзя получить все, чего мы хотим в этой жизни, не правда ли? Я думаю, да. Но знаете, что можно получить? Вы можете получить еще больше канала контента от канала Культа с живьем. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на канал, досматриваете ролик до конца. Спасибо вам, что вы комментарии с лайками оставляете для того, чтобы в алгоритмах его продвигать. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки в конце концов. Люблю вас.